Привет всем, друзья! В эфире НТК программа «Ревью» с самыми главными новостями к этому часу. One, two, кунлун файт! Бибет Назаров готовится к главному бою в карьере. Не нравится? В фейсбуке появится долгожданная кнопка. Только без рук! Или разные способы улаживания конфликтов. Никаких денег не жалко! Казахстанцы назвали тех, кого хотят видеть у себя на той. Хью Джекман на грани срыва. У актера началась белковая депрессия. Бибет Назаров завершает подготовку к главному бою в своей карьере. Поезд чемпиона мира по смешанным единоборствам сейчас красуется на торсе казахстанца. Однако американский соперник с завистью посматривает на нашего батыра и готов регалии забрать себе. Прощаться со званием лучшего в мире Назаров не намерен. Говорит, и с настроем, и с физической подготовкой все отлично. Более того, казахстанского батыра не пугает и тот факт, что его соперник Кевин Форант – универсальный боец. Я не могу сказать, что он слабый соперник, но слабые стороны у него все же есть. Сейчас мы с командой их ищем и пытаемся выстроить тактику. Напомним, звание чемпиона мира в среднем весе по версии Кунг-Лун Файт Бейбет получил после победы над бразильцем Бруно Рубиньо. После этого казахстанец защитил свой пояс в Китае. И теперь планируют сделать то же самое в Астане. В победу брата верит и Ордак Назаров. В беседе с журналистами «Абсолютный чемпион Азии» по смешанным единоборствам проговорился. В скором времени родственники будут тренироваться вместе. У меня часто спрашивают, когда я снова вернусь в игру. Сейчас хочу официально заявить, в ноябре-декабре я планирую провести бой. О титуле и предстоящем сопернике пока ничего не могу сказать. Всемирный чемпионат по смешанным единоборствам «ММА Кунг-Лун Файт Фор Кейдж Сирия» состоится 4 октября в Астане. Помимо Бейбета Назарова, участие в нем примут еще 4 казахстанских спортсмена. В общем же, ожидаются бойцы из 14 стран. Сабина Таргаева, Ерлан Абдуалиев, Новости Ревью. С такими-то силами Бейбету Назарову совершенно не стоит опасаться злоумышленников. А вот всем остальным даже не знаю. В свете последних событий кажется, что уроки самовороны совсем не помешают, особенно девушкам. Или, может, любой конфликт можно уладить полюбовно? В сетях еще не остыли обсуждения инцидента в одном из столичных кинотеатров, когда перепалка между клиентом и продавцом закончилась рукоприкладством. Психологи считают, что в любой конфликтной ситуации вина обеих сторон очевидна. Не просто так люди становятся жертвами психологической агрессии. Тот человек, который получает по морде, грубо говоря, как правило, делает что-то такое, что именно ему достается, а не другому человеку. Более того, кулаками махать совершенно не обязательно. И это тоже мнение специалистов. Большинство спорных моментов можно уладить мирным путем. От любой какой-то патологичности можно банальной вежливостью себя защитить, этикой и умением свои чувства сдерживать, придерживать. Если ваши природные очарования и вежливость не дали нужного результата, то быть готовой к нападению – лучший вариант. Разобрав ситуацию с нападавшей, первым и самым логичным способом самообороны тренер назвал «бегство». Если видишь, что человек не равновешен, и вот такая ситуация, лучше убегать. Просто-напросто убегать, прося помощи у кого-то. Однако логичный не означает единственный. И вторым способом избежать участи боксерской груши Максим называет активное нападение или его имитацию. Если бы она пошла в атаку, то ей нужно было просто-напросто его испугать, взять на испугу. То есть показать, что она пойдет на шаг дальше, чем он. То есть прихватить что-то острое, сделать, угрожать шаг настоящему, сделать зверское лицо, зашипеть на него. И, естественно, кошка разъярена, кто ее трогать будет. В целом эксперты отмечают, девушек на уроках самообороны все же меньше, чем парней. Учиться защищаться слабый пол приходит, как правило, после подобных случаев. Мнений и экспертов, конечно, множество, но все они сходятся в одном. Провоцировать нельзя. Поднимать руку на женщин тем более. Сабина Таргаева, Никита Хасанов, Юлда Шхудайбергенов. Новости ревью. Марк Цукерберг сегодня утром приоткрыл завесу тайны над своим новшеством в социальной сети Facebook. Как только информация просочилась в сеть, тут же разразился скандал. Из-за какого-то пальца вверх. Еженедельно Марк публикует анонсы по Facebook. И вот на очередном сете разработчик заявил, что в скором времени появится кнопка «Дислайк». Не нравится. Эта новость возмутила пользователей и многие против красного пальца возле их записи или фото. Точная дата выхода новшества пока неизвестна. В сложных жизненных ситуациях лучше всего начать экономить. И поможет вам в этом приложение «Доктор Тариф». Программа фиксирует ваши исходящие и входящие звонки, считает баланс и предлагает более выгодные тарифы вашего сотового оператора. Самое главное, все опции можно регулировать самому. В берлинском кафе посетителям предлагают попробовать мармелад, приготовленный на 3D-принтере. Такое новшество внесли французские кондитеры, которые придумали добавлять больше желатина, чтобы аппарат смог воспроизвести ту или иную фигуру. Технолакомство стоит всего 4 евро. Очки уникального формата придумали в Японии. Теперь эдакий зрительный гаджет фотографирует и снимает все, что вы попросите. А затем отправляет в онлайн-хранилище. Вещь, конечно, удобная, но дико опасная. Мало ли, где вы были и что снимали, не правда ли? Плавающий курс доллара поставил на уши весь шоу-бизнес. Работы у артистов поубавилось. Однако ситуация не так критична. Мы составили опрос и узнали, кого казахстанцы позовут на свой праздник, несмотря ни на что. Ситуация с долларом коснулась многих, и сфера шоу-бизнеса не исключение. Однако поток зарубежных артистов в страну не уменьшился. Да и гонорары за свои выступления ребята усмирять не собираются. Если говорить по артистам, которые, как говорится, берут не очень много, то все остается в тех же рамках. Скажем так, ценовой диапазон до 5000 долларов либо евро – это приемлемая цена. В принципе, до сих пор. Как говорят организаторы мероприятий, в Казахстане уменьшилось количество больших концертов. Сейчас гораздо чаще звезды мирового и не очень уровня работают на приват-вечеринках. Мы провели опрос на нашей страничке в Инстаграм и узнали, кого из казахстанских артистов люди позвали бы на свой праздник, несмотря ни на какую экономическую ситуацию. Дельна Сахмадиева, Кешью, Беркут и Аиша, Музарт с Розой Рымбаевой. В топе всех топов он – единственный и неповторимый. Карат Нуртас не меняет позиции, все равно остается любимчиком публики. И именно, что самый желанный артист на всех свадьбах. Все понимают, что будет сложно и начинают делать скидки, акции. Продюсеры и букеры между делом предложили артистам потихоньку переходить на тенге и брать плату за шоу в национальной валюте. Каждая третья свадьба в Казахстане могла позволить себе пригласить какого-нибудь артиста из казахстанской эстрады. Пусть не топ-1, допустим, да, ни народных, ни заслуженных, ни самых современных, популярных, а уже так чуть-чуть поменьше, но могли. Сейчас уже стараются обходиться лайв-бендами. В любом случае, большая казахская вечеринка всегда должна проходить с размахом, поэтому, несмотря на все капризы доллара, на сцене будет плясать Бейонсе, МС Сейлоубек и закончится все танцами живота от Веркута и Аиши. Артем Абленко, Юлдаш Кудайбергенов, Даурен Мергалиев, Новости Ревю. Друзья, мы снова с вами. Продолжаем. Хью Джекман сидит на диете. Актер изнуряет себя тренировками и голодом. А все ради того, чтобы получить на 7 миллионов долларов больше обычного. За работу в третьей части «Росомахи» Хью Джекман получит 30 миллионов долларов. Ежедневно звезда потребляет 6000 калорий, тренируется 7 раз в неделю по 3 часа. Однако даже повышенный гонорар не смог уберечь актера от депрессии. Поговаривают, что сейчас Джекман принимает успокоительные и почти не выходит из дома. А вот Ренезель Вегера, жертв ради роли, наотрез отказалась. Женщина заявила, что больше не будет подвергать свой организм стрессу, набирая вес. Это значит, что в следующей части «Бриджит Джонс» она, скорее всего, будет худышкой. Ну или актрисе придется носить силиконовые накладки, чтобы придать округлости тощему телу. Тем временем мировая общественность обсуждает выходку Дональда Трампа. Миллиардер избавился от «Мисс Вселенная». И бизнесмен продал все права на конкурс, лицу, имя которого не разглашается. Однако уже сейчас известно, что состязание планетарного масштаба ждет огромное количество изменений. О переменах в жизни Джулии Робертс недавно говорили все зарубежные издания. Таблоиды сообщали, что актриса разводится со своим супругом. Джулия все это прочитала и сделала официальное заявление. По словам звезды, в ее семье все просто отлично. А тех, кто распускает слухи, знаменитость обещала привлечь к ответственности. Стиви Уандер довел до слез Джеймса Кордена. Во время передачи телеведущий попросил исполнителя позвонить его жене Джулии. Самый солнечный из музыкантов просьбу выполнил и даже растрогал саркастичного ведущего. Слезы умиления и счастья украсили лицо и Тейлор Свифт. Один из американских фермеров превратил лицо певицы в лабиринт на своем кукурузном поле. Оригинальный портрет Свифт занимает площадь размером в 5 гектаров. Официально лабиринт откроется 26 сентября и будет работать на протяжении месяца. Сабина Таргаева, Новости Ревью. Сделав себе имя на знаменитой клиентке, личный стилист Леди Гаги подался в дизайнеры. Вегетарианцы сначала решили бойкотировать показ. А вдруг там будут наряды из мяса? Но Брэндон Максвелл всех успокоил. Он, оказывается, и обычную одежду тоже шить умеет. Конечно же, это шоу не могла пропустить Леди Гага. В одежде от любимого стилиста певица светилась от счастья. Не меньше нее радовался и новоиспеченный дизайнер. Первый показ, а зал полон гостей. Леди Гага мне во многом помогла. Она могла приехать в 3 часа ночи, когда я плакал от нервного напряжения, и поддержать. Она всю неделю была здесь со мной, помогала с организацией и другими делами. Коллекция, кстати, хоть и непростая, но носить эту одежду может любая женщина. Не только Гага. Много платья в декольте и черного цвета. Веганам понравилось. Не меньше стилиста звезды волновалась перед показом и Сирена Уильямс. Теннисистка создала линейку для одной розничной сети. Как ни странно, спортивного в коллекции было очень мало. Даже шорты скорее подойдут для похода в кафе, а не для корта. В этот же вечер в рамках Нью-Йоркской недели моды состоялась вечеринка в честь документального фильма, посвященного дизайнеру Джереми Скотту. Появились здесь и сестрички Пэрис и Ники Хилтон. Последняя вот уже три месяца наслаждается статусом жены миллиардера. Это круто, очень, очень мило. Вы готовите ему? Я всегда готовила, ну да. Что у вас получается лучше всего? Спагетти-боланьезы. Не обошлась пати без конфузов. Топ-модель Стелла Максвелл, известная своей слишком тесной дружбой с Майли Сайрус, неудачно выбрала платье Бюстье и в итоге рисковала потерять его каждую минуту. Неудобный момент попал в кадр. Пока Джереми Скотт давал интервью, его спутница без конца поправляла платье на груди. Внимание, срочные новости. Актриса Кейт Мара попала в плен. Ее удерживает преступник, сбежавший прямо из здания суда. Впрочем, звезда американской истории ужасов чувствует себя неплохо и в этой роли. Как-никак новый триллер с ее участием будет показан по всему миру. Фильм «Пленница» основан на реальных событиях, случившихся в 2005 году в США. Брайан Николс сбежал из здания суда, убил несколько человек, а потом удерживал заложницу в ее собственной квартире. В ленте роль той самой пленницы досталась Кейт Мара. Преступника сыграл Дэвид Оэллоуа. Те, кто хоть раз оказывались в подобной ситуации, знакомы с этим чувством беспомощности и необходимости чьей-то помощи и поддержки. Хорошо, что мне не пришлось пройти через это, чтобы войти в роль. История будет понятна любому человеку. Премьера криминального триллера состоится в США уже через пару дней. Дата релиза в Казахстане пока неизвестна. Поэтому вот вам спойлер. Кейт Мара не пострадает, а преступник сдастся полиции без боя. Любимое кино никогда не надоест. В Алматы в рамках празднования Дня города проходят показы старых добрых фильмов отечественного производства. Пять дней подряд в кинотеатрах Алматы проходят ретро-показы. Нашего милого доктора, музыкальную Алмату и другие картины можно увидеть на большом экране бесплатно. Все это организовано для повышения интеллектуального уровня и художественного вкуса горожан. Целевая аудитория разная, но большие надежды возлагают на зрителей помладше. К сожалению, сейчас молодежь не знает наших казахстанских артистов. Многие им подавают американских блокбастеров. Подобные кинопоказы проводятся ежегодно. Пока на них собирается не так много народа, как хотелось бы. А все потому, что узнать о мероприятии можно только на нескольких страничках в интернете. К сожалению, мне кажется, у нас не очень хорошо освещаются такие события. Я совершенно случайно узнала о благотворительном показе. Давать большую огласку благой идее оказывается накладно, так как кинотеатры не располагают достаточным количеством мест. Вдруг желающих окажется больше, чем они могут себе позволить. Ведь зрители с радостью пришли посмотреть на любимых героев. Атмосфера старого города, романтика старого города, юмор старого города. Это очень-таки вдохновляет. Участвует в ретропоказе и картина «Сказ о розовом зайце», которая вышла не так уж и давно, в 2010 году. То, что у нас сложно, сейчас на DCP-формате, цифровом формате, фильмов у нас не хватает. Мы только-только перешли на этот показ. Рекомендуем временно приостановить онлайн-просмотры иностранного кино. У вас еще есть три дня, чтобы окунуться в атмосферу доброго и вечного. Виолетта Тельманова, Мария Кузнецова, Даурен Миргалеев, Ганикалуов. Ревью. В Америке произошел забавный случай. В одну из гостиниц решил заселиться рогатый постоялец. В горном отеле прямо в окно влетел на всей скорости копытный гость, тем самым подтвердив, что он олень. Даже не извинившись за нарушение порядка и не пройдя процедуру чек-ин, наглец копытцами постукивая пошел гулять по гостинице, удивляя ее постояльцев. Но, естественно, за свой визит парень ничего не заплатил. Это больше всего и возмутило метродотеля. После долгих мучений животное поймали и вывели на свежий воздух, чтобы оно обдумало свое поведение. Друзья, это были новости ревью. Оставайтесь на НТК и будьте в курсе событий вместе с нами. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok